Друзья, сегодня я хочу рассказать вам две небольшие, но очень удивительные истории, в которые трудно поверить. В этом фильме речь пойдет о двухкилограммовой женщине и семилетней малышке весом в 220 килограммов. Надеюсь, это видео будет вам интересно и хоть немного отвлечет от повседневной суеты. Итак, сколько весит обычный взрослый человек? 50, 60, 70 килограммов? Ну, может, 30-40, если речь о женщинах. Если вес человека среднего роста составляет меньше 30 килограммов, то это явный повод обратиться к врачу. В это трудно поверить, но в 19 веке на свете жила девушка, вес которой за всю ее жизнь не превышал 2 килограммов 100 граммов, а рост 55 сантиметров. Ее звали Лусия Сарате, и она вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый легкий человек, когда-либо живший на Земле. Даже несмотря на свой экстремально маленький вес, девушка прожила, пусть и короткую, но яркую и насыщенную жизнь. Мне не терпится рассказать вам ее историю. Но прежде, чем начать, я задам вопрос. Как много людей знают историю своей страны? А я вам отвечу. Увы, но меньшинство. Именно поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, рекомендую подписаться на YouTube-канал Лекторий Достоевский. Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого? Во что они верили? Каких успехов достигала Россия? И какие ошибки были допущены? Об этом и многом другом вы узнаете на канале Лекторий Достоевский. Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Лусия появилась на свет 2 января 1863 года в мексиканском городке Сан-Карлос. Родители девочки, а также ее братья и сестры, никакими особенностями не отличались. Все они были нормального веса и роста. По крайней мере, так думали многие, пока не выяснилось, что один из старших братьев Лусии, Мануэль, скончавшийся будучи еще молодым человеком, также был маленького роста. Тем не менее, Лусии удалось затмить даже Мануэля. Как утверждает автор книги «Дети Бога» Джеймс Карри, при рождении Лусии весило всего 8 унций, то есть 227 граммов, при росте 7 дюймов, 18-20 сантиметров. Но, скорее всего, это неправда. Люди склонны преувеличивать или преуменьшать, как в этом случае, если дело касается чего-то удивительного. Вряд ли такой крошечный ребенок смог бы выжить, тем более в то время. По другим данным, что выглядит более правоподобно, девочка появилась на свет с весом 2 килограмма, а затем просто прекратила расти и прибавлять в весе в возрасте около одного года. Однако интеллект Лусии не пострадал. В этом плане она развивалась точно так же, как и другие дети ее возраста. Если верить Гарольду Франку, автору издания «Судебная биомеханика и травма человека», то к 17 годам Лусия Саратэ стала ненамного выше, да и в весе практически не прибавила. При росте в 55 сантиметров девушка весила 4,7 фунта, что соответствует 2 килограммам 100 граммам. Однако на необычную девочку обратили внимание еще тогда, когда ей едва исполнилось 12 лет. Именно в этом возрасте Лусия покинула родной дом и перебралась в Соединенные Штаты, где зарабатывала себе на жизнь выступлениями в различных бродячих цирках и шоу уродов. Как пишет в своей книге «Изобретая викторианцев» Мэтью Свит, в начале своей карьеры Лусия Саратэ выступала в номере под названием «Сестры-феи». Но наибольшую популярность Лусии принес дуэт с карликом Фрэнсисом Флинном, который был известен под сценическим псевдонимом «Генерал Клещ». Правда, они были просто коллегами. Фрэнсис Флинн впоследствии женился на другой женщине – Милли Эдвардс, тоже, впрочем, страдавшей карликовостью. Флинн умер в возрасте 33 лет. Жизнь же Лусии Саратэ оказалась еще короче. Лусия Саратэ скончалась, едва успев отметить свой 27-й день рождения. Как в своей книге «Мы не такие, как другие», пишет Даниэль Манникс, к тому моменту Саратэ стала знаменита даже за пределами Соединенных Штатов и часто ездила на гастроли. В январе 1890 года Лусия путешествовала по железной дороге по Калифорнии, пока однажды поезд не застрял в горах Сьерра-Невада из-за сильной метели. Температура в вагонах стремительно падала. Один из очевидцев трагедии вспоминал, что миниатюрная женщина пыталась согреться, кутаясь в одеяло. Но все было тщетно. Вскоре Лусия Саратэ умерла от переохлаждения. И она оказалась далеко не единственной жертвой снежного заноса. Несколько пассажиров также не смогли перенести холод и замерзли насмерть. Таким образом, Лусия Саратэ ушла из жизни не из-за своей карликовости и сопровождавшими ее отклонениями. По словам автора книги «Американское сайд-шоу» Марка Хартсмана, врачи подтверждали, что Саратэ действительно страдала карликовостью. В 1876 году Лусия лично встречалась с профессорами из Оксфордского университета, которые произвели измерения и зафиксировали все параметры ее тела. Вот только ученые не смогли с уверенностью сказать, что тогда Саратэ и вправду уже было 12 лет. По зубам эксперты лишь определили, что девочке больше 6 лет. Однако, благодаря данным оксфордских специалистов, Лусия Саратэ попала в книгу рекордов Гиннесса как женщина с наименьшим в истории весом. Рекорд Лусии Саратэ пока не удалось победить никому. Она и по сей день является самой легкой женщиной, когда-либо жившей на нашей планете. История Лусии весьма удивительна и трагична. Она заставляет нас задуматься о том, как порой жестоко может быть природа и как трудно ей противостоять. Однако бывает и так, что в проблемах детей лежит прямая вина их родителей. И следующая история прекрасное тому подтверждение. Итак, жительница американского города Чикаго Джессика Леонард родилась крупным, но вполне нормальным ребенком. Тогда никто не мог и предположить, что спустя всего 7 лет малышка, весящая более 200 килограммов, станет мировой знаменитостью. А лучшие диетологи Америки будут ломать голову, как привести ее вес в норму. Джессика Леонард родилась в 1996 году в обычной американской семье. Девочка была абсолютно здоровым ребенком, жизнерадостным и любимым родителями. Может, даже слишком любимым. Мама девочки Кэролайн вспоминает. Все началось именно с того, что ее дочки не отказывали ни в чем. Стоило Джессике попросить что-то из еды, и родители это немедленно покупали. Причем в любых затребованных количествах. Быстрая еда из забегалова, конфеты, торты и кексы из кондитерских лавок, чипсы, орешки и много другой нездоровой пищи из супермаркетов. Все это поглощалось непрерывно и в огромных количествах. Интересно, но родители ребенка не могут вспомнить, когда ситуация вышла из-под контроля, и милая девочка, похожая на куклу, превратилась в плотно обтянутый кожей шар. В один далеко не прекрасный момент весы показали, что 7-летняя Леонард весит 220 килограммов, и ее нужно срочно спасать. Обычные врачи не знали, что делать с ненасытной Джессикой, которая все время, когда не спала, поглощала всевозможную еду. А стоило матери хоть раз ей в этом отказать, то девочка начинала истерить, кричать и даже ругаться. Когда Джессика перестала самостоятельно ходить, Каролин решила обратиться за помощью на телевидение. В 2007 году ребенка показали на одном из телешоу, и именно там Джессика Леонард получила титул «Самый толстый ребенок в мире». Но именно унизительное телешоу, где на гигантского ребенка глазели как на диковинку и показывали пальцем, подарило Джессике спасение. Призыв о помощи матери девочки услышали ведущие специалисты в области диетологии и предложили свою помощь. После нескольких эфиров девочку направили в клинику, где началась нешуточная борьба за каждую съеденную калорию. Врачи понимали, что основная проблема Джессики – психологическая зависимость от еды, и именно внушением можно было решить ее проблему. Сама пациентка, как только могла, сопротивлялась излечению. Она никак не могла понять, что случилось с этим миром и почему ей отказывают во всем, что раньше преподносили с улыбкой по первому ее требованию. Но диета, спорт, занятия с психологом и сила воли Леонард, которая все-таки включилась в осознанную борьбу с лишним весом, дали свои плоды. И через полтора года мир увидел новую Джессику, потерявшую 140 килограмм собственного веса. Прежде чем курс лечения завершился, хирурги удалили около 10 килограммов лишней кожи, оставшейся на теле Джессики. Нашлась работа и для терапевтов, и эндокринологов, которым пришлось хорошенько подлечить юный организм, подорванный обжорством и неподвижным образом жизни. Сегодня встроенной девушке, занимающейся гимнастикой и баскетболом, не узнать ту 220-килограммовую девочку, которую показывали в телешоу как диковинку. Джессика ведет здоровый образ жизни, правильно питается и ходит на свидания с парнями. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!